Дорогие друзья, давайте рассмотрим финки. Финк НКВД, давно известный нож, который не являлся никогда холодным оружием. Он выдавался в НКВД как на прост колдах. Но он не считался детабельным, никогда он не нумеровался. Это нож, который выдавался для хозяйственных нужд солдата. Им можно было порезать что-то, колбаску на эту банку, тушенки вскрыть. Ну, для боевого применения он не выдавался. Он использовал в боевом, но это уже по науспорению владельца. Финк НКВД. Здесь у нас герб Советского Союза, надпись НКВД, Мельхиор. Но это уже так производство все придумано. Да, это НКВД. Это вот и называется финка НКВД. Такая же точно финка НКВД. Это финка пограничного типа. Здесь пограничный столб. Здесь учтены цвета. Точно так же, как на пограничном столбе, количество цветов соответствует с пограничным столбом. Здесь также пограничная символика. Ножны. НКВД будет здесь. Это кладная, да? Да, это наборная. Наборная, да. Наборная финка. Следующая финка. Финк НКВД. В морской тематике здесь якорь, здесь канаты, голубая волна и берег. И якорь на гарде. Хороший подарок будет служившим в морфлоте. Х-12МФ всталь. 61,62 единицы. Держит. Плюс здесь гарда в виде якоря. Это хороший подарок моряку. А по ценам что-то получается как? В цене это 5500 рублей. И это тоже, да? И это тоже. Все финки, даже включая вот это. Многие заказчики приходят и говорят, что мне нужна финка с гардой. Потому что гарда мешает порезать колбасу. Или почистить картошку. Для этого сделали вот такую финочку. Финка. Клинок от того же финки НКВД. Один в один. Даже знак стоит финки НКВД. Но рукоять без гарды, без тыльника. Это туристический нож. Который можно что-то строгнуть. Порезать колбаску, порезать мясо. Почистить картошку. Туристический походный нож. Тоже цена 5, да? Да. Цена такая же 5500. Каждый идет ножный и сертификат. Толщина клинка не превышает 26 миллионов. Поэтому не является холодным оружием. Ни это, ни все остальные с гардами. Сейчас все раз. Толщина превышает какую? 2-4 миллиметра. Превышает, да? Не превышает. А если... Если превышает, это из гарда и будет холодное оружие. Если будет 3 миллиметра на этом клинке, то будет являться холодным оружием. Независимо от того, что здесь написано. Понятно. Да. То есть гарда еще усугубляет? Конечно. Да? Конечно, да. Это уже боевой нож. Потому что здесь клинок прямой. Клинок прямой. Если мы сделаем 5 миллиметров по обуху ниже, при толщине 4 миллиметра это не будет являться холодным оружием. И даже с гардой. Ну и если у нас будет прямой обух, как на финке, прямой обух, при увеличении толщины это будет являться холодным оружием. Как только толщина клинка превысила 2,4 миллиметра, это будет являться холодным оружием. Это нельзя носить с собой. Все понятно. То есть это у нас сейчас не холодное оружие? Это не холодное. Здесь, на этом стенде нет холодного оружия. Нет холодного. Но вообще на выставке не продают холодное оружие. Ну да. Потому что некоторые спрашивают, как я могу узнать. Типа не будет у меня проблем. Ну и просят сертификаты поэтому, да. Страшный лагерный нож. Ну лагерный не потому, что в лагере произведен. А нож для лагерных целей. Это где-то палатки, проживание. Можно что-то попилить. Туризм, поход. Да, туризм, поход, надпилить что-то, порубить, разделать, порезать мясо, что-то еще сделать. Универсальный нож. Довольно больших размеров. Тем не менее, он с его страшным видом. Сталь К340. Это австрийская сталь. С его страшным видом он не является холодным оружием ни в коем случае. Потому что здесь упор менее 5 миллиметров. И травмоопасная рукоять считается. При прямом ударе. И плюс клинок. Клинок скошен на 5 миллиметров ниже от линии обуха. Вот если он скошен низ, да? Да. Линия на 5 миллиметров ниже линии обуха не является холодным оружием. Вот здесь два параметра, четкие, которые показывают любому сотруднику полиции, что это не холодное оружие. Но тем не менее, к нему каждому ножу дается сертификат, который говорит, что это гражданское, туристическое назначение ножек. Отлично. Такие ножи есть. Какая цена, кстати? Цена 6 тысяч. А эта модель вообще, она давно уже такая вот, я имею в виду? Модель? Нет. Средизменно недавно. Это третья мыслька. Такая модель. Потому что люди просят. Хорошо зарекомендовал себя, да? Да, да. Вот два ножа осталось. А если захотят купить, как они, ну как назвать эту модель или вообще как она? Мы контакт ваши оставим. Иван Андреевич, как называется этот нож? Если захотят брать. Если захотят заказать. Название-то нет. Давай назовем его Бойскаут. Бойскаут. Отлично. Рождение Бойскаута. Да, рождение Бойскаута. 5 ноября. Да. Нож Бойскаут. Цена 6 тысяч рублей. Кожаные ножны, сертификат. Сталь. Бекер. К-340. Это Австрия, да? Австрийская, да. А наш аналог этой стали. Это какая, если? Х-12 МФ. Х-12 вообще, да. Самая такая рабочая. Это самая распространенная сталь, да. И будет, наверное, да? Да. Из этой стали осталось два ножа, потому что следующие ножи такого плана будут из Х-12 МФ. А этих заканчиваются запасы, да? Конечно, заканчиваются. Чудес не бывает, да? Не бывает. Если нет возможности легально завести сталь, мы этого делать не будем. Понятно. Потому что многие мастерские, которые занимались этим давным-давно, они завозят через некоторые страны. И в небольшом количестве, на 2-3-4 клинка можно завести сталь. Но в больших количествах этого уже невозможно сделать. Ну что, спасибо. Тогда удачи вам, здоровья. И хороших продаж. С праздничками. И главное, чтобы клинок просто... Называем российская ястребова. Ну все. И музыка. Трам-тарам. Спасибо. Спасибо. А все.